при первом запуске у нас появляется вот такое окно нажимаем ok при первом запуске идет обновление библиотек программа загружает все аудио видео файлы проекты если есть разные эффекты свои библиотеки поэтому надо немножко подождать ничего не надо трогать не нажимать если запустим диспетчер задач и увидим что загрузка процессора у нас на 98 100 процентов поэтому если даже мы захотим что-то сделать у нас ничего не получится и программа вылетит надо немножко подождать пока идет загрузка библиотек если мы не хотим смотреть этот фильм то нажимаем файл создать фильм так каждый раз после запуска если мы до этого загружали какое-нибудь видео надо немножко ждать потому что часто бывает что что-то мы до этого загрузили в мою видео а после запуска программ пината вот это видео загружается в библиотеку а мы не знаем про это и начинаем запускать плеер там или хотим редактировать фильм и программа вылетает и потом начинают появляться вопрос на разных формах почему у меня программа вылетает там туда сюда вот в основном из-за этого бывает что вылетает пока загружаются файлы я немножко расскажу о программе коротко вот это окно предварительного просмотра вот в этом окне можно смотреть содержание библиотеки это у нас timeline то есть шкала времени если мы посмотрим вот мы можем увидеть здесь какие-то цифры мы можем увеличить timeline масштаб шкалы времени подводим курсор вот сюда вниз появляется вот такой значок и левой кнопкой мыши кликаем и удерживая вот так увеличиваем масштаб времени теперь для того чтобы начинать редактировать видео подводим курсор вот сюда здесь выбираем вкладку видео и здесь выбираем нужное новое видео для этого предварительно запускаем плеер для того чтобы начинать редактировать видео этот видеофайл надо перетаскивать на шкалу времени для этого левой кранкой мыши кликаем и удерживать перетаскиваем на шкалу времени можно предварительно разбить на сцену этот видеофайл и потом только переместить на шкалу времени для этого нажимаем правой кнопкой мыши здесь смотрим кто смотрит сцены и содержа либо кнопкой мыши кликаем где ставим галочку и нажимаем начало давайте то его вере права кнопка мыши нажимаем и выбираю удалить Можем выделить все куски и берем и перетаскиваем на шкалу времени. Теперь наше видео разделим на сцену. Вот вторая сцена, вот там третья сцена. Берем целый кусок, смотрим. Ненужные можем удалить из середины допустим. Можем вставить маркер. Вот у нас появился маркер, чтобы не забыть откуда и докуда удалить видео. И здесь ставим маркер. Здесь нажимаем разбить клипы и режем вот на этой точке. И можем еще раз здесь. Теперь выделяем вот этот кусок ненужный. Выделяем. Вот выделяемый кусок окрашивается вот в такой цвет по краям. И можно удалить этот кусок. Или правой кнопкой мыши удалить. Или вот значок корзина. И все. Если мы хотим добавить титры, в этом случае идем навигация, здесь выбираем титры и смотрим. Допустим, вот эти. Берем. Добавляем на шкалу времени. Удаляем маркер. Вот таким образом. Будем редактировать наши титры. Для этого левой кнопкой мыши кликаем два раза. Здесь удаляем этот текст. Нажимаем стереть. И пишем свой текст. Здесь также можно перемещать в разные места. Если нам не нужен вот этот рисунок. Вот у нас рисунок. А вот то, что АВЦ это титр. Буквы. Тогда вот выделяем вот этот рисунок. И правой кнопкой мыши нажимаем и выбираем удалить слой. И все. Тогда у нас остается только текст. Нажимаем ОК. А вот продолжительность текста можем задать. Вот левой кнопкой мыши подводим курсор к краю нашего текста. Нажимаем и удерживая задаем длительность нашего текста. Чтобы плавно появился текст и стязал также плавно, можем вот опять подводим курсор к краю. Немножко отгибаем края. И у нас текст появляется вот так медленно. Вот здесь смотрим.